Путин встретился с матерями участников войны против Украины. Совет матерей и жен. Их основное требование отвезти срочников из зоны обстрелов и не направлять мобилизованных на передовую. Женщины пишут обращения с жалобами на незаконную мобилизацию, призывают власти России к началу мирных переговоров с Украиной. Организатор Совета Ольга Цуканова считает, что на встречу с президентом пригласили только так называемых карманных матерей. По ее словам, власти пытаются показать, что реагируют на обращение семей. С нами он не идет на диалог. Когда мы начали приглашать на круглый стол, то увидели в СМИ, что президент 27 ноября встречается с какими-то женщинами, матерями военнослужащих. И у нас возник вопрос. Мы здесь уже несколько дней находимся, официально везде требуем, ходим, пытаемся всячески как-то с властью выйти на диалог, и нас как будто нет. 100% нельзя не рассказать про очередную постанову. СМИ сообщают о том, что Путин встретился с матерями мобилизованных. Показали встречу, но эту постановку очень быстро раскусили. Мы, конечно, предполагали, что не будет там никаких матерей, вот этих реальных, которые записывают видеообращения. Их туда не пустили. Я даже не хочу включать то, о чем говорит Путин. Просто хочу вам показать тех людей, которые были у него на встрече. Вот, посмотрите этот кадр. Женщина сидит сбоку. Что у нее там написано на листочке? Как ее зовут? Можно прочитать, что это Ольга Бельцева. Поиск в интернете дает информацию о том, что Ольга Бельцева – это муниципальный депутат Московского района Отрадная. Вот ее фотография. Сбоку видно по волосам, что да, это, скорее всего, она. Но, может быть, мы ошибаемся. Еще одна участница. Перед ней табличка. Белихова Юлия Александровна. Как-то так случайно совпало, что она является руководителем регионального исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию». И вот также ее фотография. Можете посмотреть, да, правда, сбоку, но ничего страшного. Возле Путина по его левую руку сидит Олеся Шигина. Знаете, кто это такая? Информацию о ней тоже найти несложно. Это директор, поэт, режиссер. И у нее есть многосерийный документальный проект о многодетных семьях в воскресенье. Он был показан на телеканале «Спас». Но тоже, казалось бы, обычная мать, ничего такого. Просто так совпало. А это вот еще одна. Посмотрите внимательно на то, во что она одета. Она уже была с Путиным рядышком. А знаете где? А вот тот самый концерт, где «Ура! Ура! Ура!» Вот она стоит, недалеко от Путина. Я вам больше скажу. Почти всех женщин, которые были там рядом с Путиным, их нашли. Это все либо депутаты, либо какие-то члены общественных организаций. А вот тех женщин, которые записывали видеообращение, их к Путину не пустили, потому что они бы задали неудобные вопросы. А зачем это нужно? Ну а раз их не показывают по экрану федерального телевидения, давайте я вам покажу. Совет матерей обратился к власти и непосредственно к Путину. Обращаюсь к президенту и всем тем, у кого власть. Докажите, что наше государство является демократическим. Вот если вы не увидите нас, меня, других женщин, которые сегодня по Москве ходят, которых видели на пресс-конференции, то значит это не настоящий круглый стол. То значит это не настоящая встреча президента, либо какого-то официального лица с общественностью. Это все делается для того, чтобы показать, вот мы реагируем. Но это не то, что нам нужно. Владимир Владимирович, вы мужчина или кто? Очень много знаю женщин, которые говорят, ой, мне некогда, у меня работа, у меня дела. Вы поймите, не будет ни работы, ни детей, ни сыновей. Столько творится безобразия. Вы видите, что даже органы власти не готовы с нами разговаривать в реале. И нам непонятно, почему вы не идете на контакт с народом, для которого вы работаете, действуете, во благо и в интересах которого происходят и должны происходить все ваши действия рабочие. И как вы думаете, пустили бы этих женщин или не пустили? Продолжение следует...